Приветствую вас. Вы знаете, вот всё время, что я читал ваше сообщение, меня не придало ощущение, что вы такая вот жертва, которая попалась в какой-то капкан, в тиски, и которая, ну, периодически чувствует себя беспомощной, чувствует себя ни на что не годной, чувствует себя, в общем, проигравшей и так далее. То есть вот у меня на протяжении всего вашего текста не покидало вот это вот чувство, что вы именно в таком положении, в положении жертвы, когда за себя целиком и полностью ответственность вы не несёте. И вместо того, чтобы брать ответственность за себя, за себя на себя же, вы вместо этого требуете от других людей, чтобы они брали ответственность на себя, за вас. Вот. Ну, связано это может быть со многими вещами, например, с тем, что вы с молодым человеком в отношениях 6 лет и что вы уже просто-напросто слишком разные, что за 6 лет вы изменились, вы стали другой. Он тоже мог измениться, тоже стал другим. Вот. И вы не желаете сейчас признать этих изменений в себе и продолжаете цепляться за отношения. Причина того, что вы чувствуете себя мёртвой, может быть и в том, как вы воспитывались в семье своей, какое у вас именно женское воспитание, какие у вас идеалы, установки именно женские. И от этого тоже, на самом деле, много всего зависит. Итак. Добрый вечер. Отключите вы. Мне очень нужна ваша помощь. Выслушайте меня, пожалуйста. Анна. Ну, если помощь вам нужна в том, чтобы мы вас выслушали, а, как известно, выслушать проблему, это уже означает отчасти помочь, то это с радостью, это лично я и вот моя коллега уже сделали. Я бы здесь предложил вам подумать, какой именно помощи вы хотите получить для себя. То есть, какая именно помощь вам нужна. Как вы себе представляете психологическую помощь. Я с молодым человеком в отношениях 6 лет. Срок, безусловно, немалый, но с учётом того, что вы начали встречаться, когда вам было 17 лет, я полагаю, что здесь есть определённые сложности, определённые трудности, такие вот как, например, то, что вы начали встречаться, когда были детьми, или когда вы были ребёнком, а сейчас же вы уже взрослая молодая девушка, и у вас могли произойти изменения, которые сделали невозможным взаимодействовать с вашим молодым человеком по-прежнему. Далее. Последние два года мы часто ссоримся из-за мелочей. Смотрите. Два года назад что-то изменилось между вами. Что-то стало по-другому. Что-то стало иначе. И очень важно увидеть, что именно. Понимаете? То есть, четыре года всё было хорошо, а после четырёх лет, два года назад, что-то поменялось. Нужно, вот, вот, прежде чем решать все проблемы, нужно, сперва, выявить, что именно послужило отправной точкой вот этих вот всор. Совершенно очевидно, что мелочи, да, это всего лишь повод. Совершенно очевидно, что мелочи лишь, значит, мелочи лишь являются трамплином. К тому, да, трамплином, к тому, чтобы выразить свои эмоции. И совершенно очевидно, что если вы ссоритесь, значит, эмоции своего выхода не находят. Вопрос в том, какие эмоции и по какому поводу. Далее, вы пишите, что вместе не живёте. Ага. А хотелось бы? Какие препятствия на пути к тому, чтобы жить вместе? Как вы воспринимаете то, что вы не живёте вместе? Далее. Он выставляет меня виноватой. Печти вы. Нет, ситуация заключается не совсем в этом. Человек не выставляет вас виноватой. Вы поймите, что никто не может выставить вас виноватой, если вы сами себя виноватой не считаете. Простите, пожалуйста, за кашель. Вот. То есть, вы сами чувствуете себя виноватой, но ответственность за то, что вы чувствуете себя виноватой перекладываете на другого человека. Он не берёт трубку долгое время, пишите вы. После ссоры игнорирует. Это, понимаете, его право так поступать. Это выбор человека. Вопрос в том, как, значит... Значит, эм... Вопрос в том, как вы... Реагируете на то, как, вот, собственно говоря... На то, что он так себя ведёт. То есть, дело не в том, как он себя ведёт. Дело в том, как вы реагируете на то, как он себя ведёт. Далее. Далее вы пишете, значит, что потом мы миримся. Здесь мне бы хотелось сделать небольшой акцент. Вы говорите, мы часто ссоримся. И мы миримся. На самом деле, это не работает так. Это вы ссоритесь. Оно. Вот именно вы ссоритесь. И если вы ссоритесь, то у вас есть мотив какой-то. Вы не можете говорить за двух людей, на самом деле. Вы не можете брать ответственность за двоих. Поэтому, если вы хотите сказать, что у вас происходит ссора с молодым человеком, Вы говорите, я ссорюсь с ним из-за того-то, 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 потому что это волнует меня. Я мирюсь с ним, потому-то, 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 потому-то это волнует меня. Вот это будет справедливо. Это будет более привлечённое к истине, чем вот то, что вы пишете до этого. Что вы пишете сейчас. Значит, мы миримся по моей инициативе, так как гордость не позволяет первому извиниться. Допустим, вопросом, хотите ли вы мириться, или делаете это через силу, или чего-то, ожидаете от того, что вы помиритесь. Потому-то, у любого действия есть, как бы, своя цена. Если вы миритесь, и потом испытываете разочарование, или если вы миритесь, но ничего не решаете, никаким решением вообще не приходите, то толку от таких примирений очень мало. Мы миримся, и снова повторяется, через месяц, или можно брать 4 месяца после ссоры. В очередной раз снова ссоры, и на грани расставания. Ну понятно, проблема, она остаётся. Он очень обидчивый, а я не могу находиться с ним в ссоре долгое время. Знаете, если он обидчивый, то это такой человек. Если вы его любите, вы его таким принимаете, и вряд ли вы только что узнали, что он такой вот обидчивый. А если вы пишите, что я не могу находиться с ним в ссоре долгое время, то это, опять же, ваша ответственность. То есть, есть факторы, которые делают невыносимым состояние ссоры с ним для вас. И уже исходя из этих факторов, можно будет корректировать ваше поведение в этих ссорах, потому что от них зависит то, как человек вас воспринимает. Я понимаю, что я делаю не так, но я не могу исправиться. Если честно, это очень здорово, что вы понимаете, что вы делаете не так, но я это честно не очень пока понимаю, что именно вы делаете не так. Ну, кроме того, что я уже сказал. Вот единственное, что вы делаете не так пока, это то, что выставляете себя жертвой. И перекладываете ответственность. Это да, это вы делаете не так. А все остальное, если честно, я пока не вижу. Вот. Но я не могу исправиться. Понимаете, исправление предполагает, что вы ведете себя неправильно. В психологии нет такого понятия, как правильно или неправильно. В психологии есть такое понятие, как вовремя-невовремя, достаточно-недостаточно, и все. Поэтому то, что вы делаете, то, что вы делаете, это всего лишь искаженное, искривленное поведение по реализации ваших желаний. Вот так. Вам не исправляться нужно, а более грамотно реализовывать свои потребности, которые у вас есть. Значит, у меня не получается, правильно? Потому что вы не можете наступать своим желанием на горло. Он мне тоже в этом не помогает. А должен? Если вы делаете что-то не так. Он должен? Да, он мог бы. Это его право. А должен ли? Он считает, что я всегда требую от него денег. Ну, понимаете как? Вполне возможно, что мужчина говорит о чем-то, что его тревожит. Вполне вероятно, что мужчина говорит о чем-то, что для него является серьезным пунктиком. Вполне возможно, что мужчина чего-то боится. Понимаете? То есть, если вы действительно, действительно не просите у него денег, а только один раз просили помочь в покупке дорогой вещи, то это означает, что мужчина так говорит о своих проблемах. Как бы, но просто через вас. С другой стороны, если мужчина считает, что вы всегда требуете от него денег, то вам нужно как-то ввести раздельный бюджет. Это нормально. Если вы просили его помочь вам в покупке дорогой вещи, то логично, что нужно предложить ему отдать со временем ту часть суммы, которую он потратил. Дальше. Вы пишите, раньше он платил, платил все там. Не очень я понял смысл этого выражения. Раньше он платил все там, но так полагается, вы хотите сказать, что раньше он платил за вас. Но опять же, это его право, это не обязанность. А я считаю, что мужчина, он это и должен делать. Ну, понимаете, как вам сказать. А вас мужчина так не считает. То есть вы можете считать, что раз он мужчина, он должен делать это. Это ваше право. Но если он считает по-другому, и вы человека любите, то вам нужно принять его позицию, что он считает иначе. И либо благодарите его, потому что вполне возможно, что мужчина перестал платить, так как чувствует, что вы воспринимаетесь как должно то, что он делает. Либо ввести раздельный бюджет. Вот эти два месяца, как я сама зарабатываю, а это вы вообще, вот к чему? Два месяца, как вы зарабатываете, здорово. Ага, вы зарабатываете, чтобы что? Вы занимаетесь любимым делом? Или вы зарабатываете для каких-то целей? То есть вот мотив ваш, работать какой? Он считает, что в замене ничего не даю. Может быть, но нужно спросить сначала, а чего бы он хотел? Ага, чтобы вы давали, прежде чем говорить подобные вещи. Хотя я люблю этого человека. Ну, любовь и отдача, это, к сожалению, не всегда одно и то же по современным меркам. Вот, поэтому я полагаю, что смешивать эти два понятия не стоит. Таким образом, получается, что правильный путь в отношениях, это то, что вы сами в себе естественным образом хотите, и то, что вы сами в себе естественным образом не хотите. И вот только тогда будет возможна гармония. А никакого правильного пути нет. Гармонию в отношениях всегда создают двое людей. Никак не один. Поэтому, поэтому вам нужно сперва быть в гармонии с собой, а потом уже в гармонии с другим человеком. Тогда вы не в гармонии с собой. Ага, вот. Ну, соответственно, страх одиночества, да, он раскрывается через, вот, знаете, выгоду. То есть, какая вам выгода от того, что вы боитесь? Вот, подумайте над этим. Какая вам выгода в том, что вы боитесь? Вот я боюсь остаться одной, да? Но я могу остаться одной. Во-первых, что такое остаться одной? Понимаете? И если я боюсь остаться одной, но я, например, могу остаться одной, то получается, что мой страх не позволяет мне достичь какого-то позиции. Откуда этот страх? Почему я считаю, что это так страшно? Почему я воспринимаю наступление каких-то событий вот так? Почему? Вот об этом стоит вам подумать. Ну, возраст не имеет никакого значения, да, для создания семьи. А сама семья и дети ни в коем случае не могут быть самой целью. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.